друзья привет это евгений ройзман несколько вещей серьезных хочу проговорить то что сейчас происходит эта подготовка к выборам президента путина все чиновники все служащие для всех официальных лиц без исключения это спущенные сверху методички не они методички как назвать лучше да впрямую прямые указания совершенно принять максимально возможное участие в выборах президента путина и обеспечить максимальную явку на сегодняшний день основная задача это явка они эти выборы выиграли все они выиграли эти выборы и сейчас их интересует только явка и ничего больше смотрите по екатеринбургу явка намечается меньше 30 процентов это катастрофа для них по свердловской области в районе 40 процентов меньше 40 процентов это ну за это просто полетят погоны относятся к этому более чем серьезно что сейчас будут придумывать потащат на выборы всех инвалидов всех пожилых людей кто не выходил из дома их заставят прийти на участке будут организовывать подвозы они раньше голосовали на дому но сейчас они будут голосовать под камеру на участках покажут максимальную явку здесь будет проводиться как я понимаю сейчас задуман референдум то есть запустят начнут качать референдум надо ли убирать памятник ленина с площади пятого года тут же появятся сторонники тут же появится огромное количество противников им всем будет предложено прийти на участке и еще ответить на этот вопрос попытается затащить таким способом я думаю что по стране много где это сделать изначально здесь предполагалось лотерея но администрации президента не утвердила потому что это слишком очевидный подкуп избирателей и в этой ситуации все кто будут допущены до выборов будут участвовать не в выборах президента внимательно все кто будут допущены будут участвовать не в выборах президента россии они будут участвовать в выборах путина поэтому когда заходит речь о бойкоте и когда кто-то говорит что бойкот это неверно требуется действие так я вам скажу что бойкот гораздо более серьезное и эффективное действие скажу вам еще одну серьезную вещь всем финансово промышленным группам спущены ну скажем так указания пожелания которые пожелания которые серьезнее указаний собирать подписи будут собирать подписи здесь в регионе путин собчак по двум кандидатам будут собирать подписи вот поэтому что имеем то имеем я вам основные вещи какие-то сказал как говорит венедиктов будем наблюдать да не будем ничего наблюдать на так все понимаем чуть наблюдать все тут понятно чаще основные это вещи сказал поймите здесь дело уже даже не в навальном здесь дело в самом институте выборов хотя я считаю что навальный себя ведет достойно ведет он себя совершенно правильно в сложившейся ситуации но дело не в нем дело в самом институте выборов и просто в будущем страны ничего не надо на самом деле всего-навсего надо честные выборы и независимый суд и страна с таким мощным потенциалом ну творческим потенциалом предпринимательским потенциалом русского человека и страна поднимется это будет другая страна всего-навсего честные выборы и независимый суд